Все так плюс. Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал Ищем Выход, и это очередная программа Все так плюс из цикла Диктаторы. В этом цикле мы рассказываем вам о тех людях, которые сумели захватить абсолютную власть и удерживать ее большая часть на протяжении всей жизни. Отдельные герои с ней расставались и заканчивали свои дни в изгнании, а кто-то, вот прямо как наш прошлый герой Николай Чаушеску поплатился жизнью за свое властолюбие. Но про нашего сегодняшнего героя этого сказать нельзя. Рассказывать о нем будет петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте. Добрый день. Я Марк Нуждин, и перед тем, как мы начнем, я напомню о том, что мы очень ждем ваших лайков, очень ждем вашей подписки на канал и, конечно же, очень ждем ваших донатов. Все, что касается донатов в описании программы, я про это буду напоминать, походу. Ну, а лайки и подписка, это вы узнаете все и без меня. Давайте приступим. Итак, наш сегодняшний герой – это испанский Каудильо Франко. Да, Франсиско Франко, который в Советском Союзе, конечно же, был очень известен. Это был такой вот образ оголтелого фашиста, гитлеровского союзника, который погубил республиканские идеалы Испании, установил жесточайшую диктатуру, и все это только одна из составляющих его жизни, потому что и фашистам-то его с трудом можно было назвать, и диктатура у него была, конечно, нисколько не людоедская. По сравнению с тем, что устроили Гитлер или Сталин, это был просто, можно сказать, миротвойец, потому что Испания не принимала участия во Второй мировой войне, оставалась нейтральной все эти годы, а впоследствии при диктатуре Франко произошло в 50-е годы так называемое экономическое чудо, когда Испания резко шагнула вперед, поэтому диктатор безусловный, но при этом, раз не марксист, то уже были и свои преимущества. Давайте тогда рассказывать с самого начала, как он пришел к власти, родился, будущий Каудильо. Каудильо это по-испански есть вождь, ну как же без этого, без фюрера, без Каудильо, куда же там деться. В 1892 году в Испании, в провинции, но вот как-то хочется сказать, в крестьянской семье, да, по традиции, просто у нас почти все предыдущие герои такие были, но нет, он был в сравнительно благополучной семьи потомственных морских офицеров, ну когда-то Испания была ведущей морской державой, как-то эти традиции все к концу 19 века еще теплились, хотя осталась Испания практически без всех своих заворских колоний к тому моменту, но империализм не угас в сердцах испанцев, вот, и раз уж отец с дедушкой были морскими офицерами, причем достаточно высокопоставленными, то судьба Франциска Франка была, в общем-то, с детства предопределена. Он был вторым из пяти детей в своей семье, у него два брата и две сестры, и, ну и так же, как его братья должен был вот пойти в юности уже, в детстве фактически поступать в школу военно-морскую, это вот, ну, некая разновидность, может быть, Суворовского училища, когда с детства уже там готовишься стать военным, не очень хорошо, но для конца 19 века это было нормально, а дальше вот удивительные подробности, потому что он в 14 лет закончил, соответственно, военно-морскую школу, учился он, кстати, неважно, был далеко не первый ученик, но и не прославился какими-то хулиганскими выходками. Так вот, Испания потерпела одно из многих поражений в борьбе с более могущественными империалистическими хищниками, как сказали бы соратники Ленина, в частности, вот США вообще ничего не могла Испания поделать, потеряла колонию в виде Кубы, до этого потеряла Филиппины, Латинская Америка давным-давно вся от Испании отделилась, и поэтому резко было вынуждено испанское правительство резко сократить средства на содержание флота, и какая-то была уже туманная перспектива у военно-морского офицера, желающих было больше, чем фактических должностей, и вот при помощи проницательных родителей сменил, соответственно, профиль, не отказавшись от пилитаризма Франциска Франко, но решил поступать дальше, сделать карьеру пехотного офицера, что, конечно, шло вразрез с семейными традициями, но хоть как-то вот сохранить, но брат его, правда, остался марским офицером. И вот он стал офицером уже в 1950 году, получил свое первое звание, то есть 18 лет, и поначалу небольшая гарнизонная служба, но человек был амбициозный, как только представилась возможность, он отправился на войну, причем колониальную, потому что, как я уже сказал, Испания от этих, от империалистических амбиций не избавилась, и это все-таки тоже старинная история, вот очень важная для испанцев, когда-то же весь полуостров был захвачен арабами, мусульманами, потом сотни лет реконкисты, когда мусульман вытеснили с Иберийского полуострова, но реконкиста продолжилась уже на северном берегу Африки, на северо-западном берегу, и там вот до сих пор есть анклавы испанские, которые считаются частью испанского государства. Ну а на том этапе еще вот все эти старинные обиды, раз вот лишили нас заокеанских колоний, ну попытаем счастье в Африке где-то поглубже, и вот колония, так называемая Испанская Марокко, большая часть Марокко была, конечно, французской, но и испанцам там кое-что перепало, и, видите ли, местные жители, в основном там берберы были, а не арабы, но мусульмане, сопротивляются. Ну то есть, значит, активные боевые действия, которые шли, не прекращаясь на протяжении многих лет, ну и тут, соответственно, шанс карьеру делать военную, реалистическую, конечно же, и дальше вот у Франка все очень благополучно складывалось, потому что он зарекомендовал себя как смелый офицер, бесстрашный, который всегда готов быть на передовой и по-своему, да еще и немножко счастливый. Ну или, как злые языки говорили, ему везет, потому что он ростом маленького. Он действительно был невысок, чуть выше 160 сантиметров, и за это вот к нему вот как с детства прилипла кличка Франкито, то есть вот маленький Франко. Так вот он никак не мог от нее всю жизнь избавиться, а с другой стороны, зачем тебе на передовой или в атаке большой рост? Большой человек, большая цель. Тут вот как-то ему все это пригождалось, и дальше у него карьера просто фантастически неплохо развивалась, потому что он в 23 года стал самым молодым майором в испанской армии, а в 33 года самым молодым генералом в этой же самой испанской армии. Он с небольшими перерывами провел почти 11 лет в Северной Африке, причем терпел поражение, как-то то удавалось справиться с мятежниками, то мятежники, ну как мятежники, национально-свободительное движение в Марокко, то вот местные жители побеждали соответственно этих испанских колониальных солдат, а это еще был иностранный легион, когда тоже Франк специально попросился, но у него соответственно получился очень богатый и важный опыт боевых действий, что ему конечно в последующем потом пригодилось, еще он конечно же был награжден, неоднократно был ранен, причем один раз был очень тяжело ранен, то есть вот карьера для простых людей это вот такой готовый потенциальный лидер, доказал вот видите ли и смелость свою и военный, а в глазах многих людей это не только в России, это во всем мире, раз военный значит будет порядок, ну все вот то что нужно на будущее диктатору и в Испании все это время происходили события, как вот казалось хаос в стране наступает, потому что вроде бы давно Испания избавилась от первой республики была еще в 19 веке, потом реставрация монархии, потом снова республиканские построения и все вот это вот стабильность это все никак не получается, при всем при том, что это вроде бы уже демократическая сторона, действует Конституция, но одновременно происходят события, которые вроде бы при демократии естественным образом, ну ничего не поделать, побеждают леваки, например, да, марксисты побеждают на выборах, но есть консерваторы, которым это категорически не нравится, регулярно происходят теракты, левакам нравится, что где-то уже существует Советский Союз, правые никак не могут расстаться с католическими традициями, но это я про то, что там не было, вот просто у нас в сознании обычно, если леваки, если республиканцы, если против Франко, то это какие-то по определению хорошие люди, тем более, что им симпатизировали многие выдающиеся интеллектуалы, как Эрнест Хингвей или Пабло Пикассо, но это не так, это скорее правые просто проиграли полностью идеологическую борьбу, а зверств хватало и стоить с другой стороны. Ну вот сейчас мы доберемся, когда до гражданской войны чуть подробнее расскажу. И здесь вот в 1931 году на муниципальных выборах во Франции в большинстве, это не главные выборы, да, а на местах, но побеждают леваки, социалисты, анархисты, коммунисты, соответственно... В Испании. В Испании, да, страшно представить, что будут выборы парламента, они там захватят большинство, начнут вот переделывать Испанию в советскую страну, в социалистическую такую, конечно же, правые пытаются этому как-то сопротивляться. Причем на том этапе это была как будто бы конституционная монархия, но король расстроенный, разочарованный, просто покинул Мадрид от престола, правда, не отрекся к ужасу правых. Ну и получается, что, ну, республика там провозглашается, но все это в реальности сопровождается серьезным хаосом. Я напомню нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. Загляните, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете это сделать. Помните, что это очень важно для нас, потому что вы единственный источник нашего финансирования. Без вас мы не смогли бы развиваться дальше, не смогли бы выкладывать все новые и новые выпуски программ, не смогли бы делать программы, которые мы делаем для вас каждый день. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает. Загляните, если еще не входите в число людей, заслуживающих нашей особой благодарности. Там все очень просто. Способы разные, способов достаточно для того, чтобы вам какой-то из них понравился. И если не получается деньгами, то, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, это для нас тоже очень важно. И огромное спасибо вам за то, что вы это делаете. Ну и возвращаемся. Еще у нас не гражданская война, пока еще только где-то на горизонте что-то громыхает, но предпосылки налицо. Франко достаточно долго, открыто никак не высказывал свои симпатии к одной или другой стороне, потому что там раскол общества был такой очень серьезный. А внутри вот этих вот правых и левых тоже хватало движения, у левых никогда не было единства. Ну так вот, но Франко был достаточно осторожен, а пришедшие к власти леваки не устроили сразу, как вот при советской власти, да, там тотальная национализация, все запретить. Нет, это были, как ни удивительно, гуманисты, которые проводили в числе прочего еще и, ну, разумные, очевидные вроде бы реформы, что должен быть, должна быть минимальная оплата труда, должен быть восьмичасовой рабочий день. Ну то, что было реализовано и в разных странах, что церковь, конечно же, должна быть отделена от государства. Женщин тоже должны быть права, женщина тоже человек. И вот как раз-таки это все категорически не нравилось консерваторам, как это женщины права получат, что это такое, как это без церкви, католичество, это наше все. А еще левые, придя к власти, помимо прочего, начали экономить государственный бюджет. Каким образом? Зачем нам большая армия? Мы ни с кем воевать не собираемся. Все вот эти авантюры в Африке нам ни к чему. Все остальные колонии давным-давно уже не наши. А генералов что-то слишком много. Надо бы сократить этих генералов и к тому моменту. Франко, например, руководил военной академией в Сарагосе, и его просто уволили, академию закрыли, и он без работы остался. То есть обижен, как еще и сотни других офицеров, которые были просто обижены на вот это вот новое правительство. Но в армии тоже не было единства. Там тоже хватало республиканцев, людей, убежденных, что, конечно же, должна быть демократия. Причем это, например, в авиации очень много было. Не обязательно, кстати, леваков. Все-таки вот в первую очередь демократов, которые тоже не видели смысла сохранять какие-то особенные привилегии за католической церковью. У него много земли. До сих пор секуляризация не приведена в Испании. Что это такое? У нас вон там полно бедных крестьян. Но это опять-таки про то, что никакого единства не было. А тем не менее начинают подспудно формироваться вооруженные отряды и у левых, и у правых. То есть вот среди недовольных так или иначе это все тоже очень напоминает германскую историю, когда нам без конца рассказывали вот коричневые рубашечники, вот эти вооруженные формирования, у Рёма, у Гитлера. Но там такие были спартакисты, например, леваки, одержимые, которые устраивали нападение на полицейских, точно такие же убийства. Там еще непонятно, кто из них был бы страшнее, если бы, например, коммунисты победили бы в Германии, какую бы они там устроили диктатуру и какие панцлагеря. Это вот про несчастье выбора, когда выбирать-то приходится между сталинистами или гитлеровцами. Кто хуже? А выбор на каком-то этапе в Германии был примерно такой. И Испания идет по этому пути, когда формируется... Это тоже Франко часто приписывают, что вот он стоял во главе так называемых фалангистов, таких одержимых, агрессивных националистов испанских. Но это не так. Он скорее пользовался их помощью, на каком-то этапе поддержкой, но одновременно тяготился. То есть вот совсем такие вот радикалы резать, вешать, убивать, у них больше вреда, чем пользы. Ну вот. И на том этапе, еще раз повторюсь, вот когда все вот эти в Испании хаотические колебания... Очень долго Франко явно не высказывался о своих симпатиях, потому что если плеваки пришли к власти, а потом допускают ошибки, а выборы демократические, то на следующих выборах вполне закономерно они могут проиграть, и к власти снова приходят правы. Так примерно и произошло. Особенно, когда соблюдаются демократические традиции, правительство может в отставку уйти в случае каких-то неудач, или потому что нету... Единственное, это нормально. Было бы просто нужно, чтобы выросло там хотя бы два поколения людей, которые к этому спокойно относятся и не мечтают о сильной руке. Вот Испания этого срока не хватило, Германии довоенной не хватило. А потому что побеждают правые, начинают реформы приостанавливать, как будто бы, как нам рассказывают, действуют в интересах буржуазии, крестьянского кулачества, религиозного католического фанатизма, что тоже очень упрощенное предложение. А потом правые снова проигрывают выборы, и власти опять приходят левые, так называемый народный фронт, потому что тоже учатся демократии и леваки, и объединяются в коалицию, и социалисты, и коммунисты, и анархисты, и получают большинство в парламенте. Ну и все бы ничего, если бы это не сопровождалось, как я уже говорил, бурженными столкновениями между различными группировками, терактами. Тем более Испания вроде бы нами воспринимается как целостное государство, а уже на нашей памяти вот в Каталоне проводила референдум об отделении, а сторонники независимой стороны басков существовали сто лет назад. А еще вот старинные традиции обиды между разными регионами Испании, все это никуда не делалось и сейчас, и тогда все это тоже функционировало, существовало, процветало. И тут вот Франко и его сторонники, потому что пока он служил в Марокко, он, конечно же, познакомился с большим количеством других молодых, активных, энергичных офицеров, и в конце концов они-то все друг друга знают и стали будущими лидерами вот этой диктатуры, на которых потом и сам Франко опирался. Конечно же, они проводят между собой встречи, надо что-то с этим делать. Сейчас вот эти леваки окончательно победят, устроят нам тут какой-нибудь социализм типа сталинского, нас провозгласят, ну не царскими, там королевскими генералами, всех переубивают, перестреляют, надо с этим что-то делать. Ну я упрощенно излагаю их беседы, но Франко тоже колебался, а еще любопытно поступало республиканское правительство, предчувствуя вот эту опасность от этих консервативных генералов, их всех норовили назначить куда-нибудь подальше. Вот как Франко, например, назначить его командиром гарнизона на Канарских островах. Вроде бы романтика, неплохо, но просто от Испании далеко не Мадрид. В общем, как ты будешь мятеж организовывать? Кого-то на Болярские острова, кого-то и в Марокко там отправить, чтобы подальше были от Испании, но тем не менее демократическое правительство, хоть и левое, но не прислушалось к сигналам, которые поступали, что военные вообще ведут переговоры между собой, готовится заговор, потому что среди военных тоже не было единства, кто-то из них на вопрос, вы что, заговор готовите, мог обмануть? Сказать, нет, конечно. А кто-то искренне говорил, нет, это недопустимо. Я вот сторонник демократической традиции, это вот еще раз напомню, в авиации. Просто удивительным образом франкисты в итоге вообще без авиации остались, потому что руководство ВВС испанских было на стороне республики. Не все там были одержимы коммунисты. И тем не менее заговор, конечно же, созрел, несмотря на то, что Франко был на Канарах, но Франко тоже к этому подготовился, он очень скатически относился к этому кучу и даже написал письмо главе правительства, там насквозь, в общем-то, все было с таким полнамеками, что вот не хотелось бы, чтобы вот демократия как-нибудь пострадала, но нельзя спокойно смотреть за тем, как вот какие беспорядки происходят. Но глава испанского правительства остался к этому сравнительно равнодушим. И вот 16 июля начался военный мятеж, который вот эти вот консервативные все-таки в первую очередь генералы и возглавили. И все сложилось не так, как они думали. В принципе, Франко оказался по-своему прав, что нет у нас опоры, никто нас особенно не поддерживает, а Испания такая разная страна, что, например, в Каталонии вообще нет шансов у этих консерваторов добиться превосходства. Там попытка высадиться в Барселоне, группа мятежников закончилась полным поражением. А были регионы, где их на руках готовы были носить, потому что вот защитники католических традиций наконец-таки порядок наведут. Но, в общем, так как Блицкрик такой вот мятежный провалился, то вот и началась эта кровопролитная, ужасная гражданская война. Это всегда серьезное несчастье, которое еще и у нас очень хорошо известно. Но каким образом? Например, вот как популярный советский фильм «Офицеры», где люди с благородными лицами, как вот у Лунового, едут помогать хорошим людям против плохих людей. И все. А раз хорошие так называемые республиканцы, ну и вот потом этот образ остается на десятилетие разных поколений. Но в реальности и Франко же, он же был на Канарских островах, он все-таки смог перелететь очень сложным образом, опять-таки, даже не в Испанию, а в Северо-Западную Африку, где были вооруженные формирования, надежные, где он пользовался популярностью вот этих колониальных войск, на которые можно было опереться. А в Испании, еще раз повторюсь, все по-разному сложилось, потому что ни Мадрид не удалось взять под контроль, ни уж тем более Барселону, и вообще под контролем мятежников так или иначе оставалась только сравнительно небольшая часть Испании. И если уже что им и пригодилось, это то, что они решили действовать согласованно. Дисциплина у них, конечно же, в армии была серьезная, и профессионалы всем этим занимались. А вот у республиканцев, которых, если что, и объединяло, то только вот неприязнь к консерваторам. А дальше мунисты — это одно, социалисты — другое, анархисты вообще не понимают, почему мы должны кому-то подчиняться, то есть дисциплины практически никакой, а еще бесконечные споры между собой. В этом плане, тогда они еще не назывались франкисты, а мятежники очень отличались. Вообще-то не Франко должен был быть лидером вот этого сопротивления. Просто тот генерал, которого заранее заговорщики избрали своим лидером, он погиб в авиакатастрофе, когда тоже пытался перелететь из дальнего гарнизона, куда его отправили. И дальше вот генералы просто буквально провели межсобое совещание, кто из нас будет главным. Это очень важно. Единое началие, мы военные, мы все это знаем, мы будем ему подчиняться. И здесь Франко оказался такой просто компромиссной фигурой, потому что он не выражал ярко своих пристрастий каких-то, со всеми мог найти общий язык. И никто, конечно, не думал, что вот он непременно будет таким абсолютным диктатором. Скорее, это должна быть такая пункта, как это распространено, где решения принимаются коллегиально. Такое вот генеральское политбюро подразумевалось. И, соответственно, вот на этом генеральском политбюро Франко и был избран официальным лидером. Но он до этого уже обращался к народу Испании. Причем как? Он же не говорил, что я буду диктатуру создавать. Нет. Как всегда, будем защищать ценности демократии, свободные выборы. Но не должно быть хаоса. Просто надо порядок навести, а то, посмотрите, там взорвали, там вот беспорядки какие-то происходят. Просто порядок наведем. Ну и вот поэтому он, в числе прочего, еще был избран, потому что уже как-то был известен. Ну, еще раз повторюсь, герой войны, награды. Многим это нравится. Но для надежности вот именно тогда генералы и придумали, что сразу же повысим его для статусности среди нас до звания генералиссимуса. А еще пусть у него будет такой вот тоже важный, всем и понятный титул – паудильо, вождь. У нас-то это как будто ругательное слово, и фюрер ругательное слово, а в переводе это вождь. А вождь как будто неругательное. Вот Сталин, вождь, вот Ленин, вождь мирового пролетариата. Суть просто не меняется, когда все это превращается в диктатуру. Ну и дальше, как я уже сказал, гражданская война, которая достаточно хорошо и подробно освещена, и известно действовали. Еще раз повторюсь, во многом потому, что было привлечено большое количество добровольцев в обе армии. И к республиканцам, ну как вот, я уже говорил там, как им симпатизировали, такие как Эрнест Хемингуэй, но и к франкистам точно так же. Все ненавистники большевизма, в том числе и из бывших белых, конечно же, выступали на стороне генерала Франка. Вот проблемы, о которых я упомянул. Остался Франка без авиации, так еще и без флота. А основные силы в Северной Африке, а как их переправить через Гебралтарский пролив без флота? Значит, нужен флот. А во флоте большинство офицеров-то как раз были на стороне Франка. Там один из его братьев был. Но матросы разагитированы, заагитированы, поднимают один за другим мятежи, просто убивают своих командиров. И флот в большей части оказался на стороне республиканцев. Другое дело, что еще раз повторюсь, что республиканцы... Какие-то республиканцы, так уж диктатуру бы устроили, только большевисты. Ну, по традиции, да, их называем республиканцами. Потому что, контролируя флот, они все равно не смогли предотвратить перевозку основных ключевых ударных частей, которые были на стороне Франка, из Испанского Марокко непосредственно в Испанию. Ну, а дальше вот это то, что главным образом и ставят в упрек Франка. Флота почти нет, авиации нет вообще, оружия нет. А тем более республиканцы контролируют ключевые промышленные центры страны, где это оружие можно производить. А что проку, если за тебя какие-то консервативные крестьяне, католические, кормить будут? А где патроны брать? А там острая нехватка была даже самых элементарных вопросов со снаряжением во франкистской армии. И здесь, ну, куда обратиться? Не к Сталину же, к Гитлеру и к Муссолини. Конец 30-х годов, у тех уже прочная диктатура. Ты борешься с угрозой большевизма, ну, к кому еще вот обратиться за помощью? И помощь эта была мгновенно оказана со стороны Гитлера, в числе прочего, что было, конечно, очень важно, авиации, со стороны Муссолини была помощь и флотам, но и вооружение, и Гитлер, и Муссолини, конечно же, стали франка очень быстро и в очень больших количествах поставлять, то есть, как минимум, одна проблема была решена. А дальше профессиональные военные, несмотря на то, что республиканцев вообще-то на каком-то такте было большинство, но они имели колоссальное численное преимущество, но постепенно в ходе вот этого вооруженного противостояния франкисты начинают брать вверх. Еще раз повторюсь, война была очень кровопролитной, затянулась больше, чем на два года, но вот в решающих сражениях одно за другим, где-то упорно сопротивлялись республиканцы, где-то там сражались до последнего человека, но тем не менее проиграли все сражения и вот окончательно победа была провозглашена генералом Франком официально в 1939 году, что вот последние очки сопротивления подавлены, но примерно с 1937 года уже можно было уверенно предрекать победу франкистов над республиканцами. И тоже вот опять-таки то, что, конечно, не рассказывали в советских школах, жесточайшее вот это кровопролитие, оно сопровождалось еще массовыми репрессиями с обеих сторон, безусловно, но не так, что вот республиканцы, благородные люди, ну как у нас показывали в нашем советском детстве, если красноармейцы, они добрые и хорошие, а если белоговорительцы, это все зверье на зверье, хотя там хватало насилия с обеих сторон, но в Испании леваки могли бы еще и конкурировать в этой части со своими политическими противниками, потому что число жертв, оно огромное. Для Испании почти 2% населения, больше 450 тысяч человек было убито, но из них почти 100 тысяч были убиты не во время боев, бомбардировок, атак, а во время репрессий взаимных внутри себя, когда там надо расстреливать людей, как это было при советской власти, за неправильное происхождение, просто за то, что в плен попал, просто за то, что ты вот колеблешься, не делаешь свой выбор, просто по подозрению по какому-то, и все это, представляете, вот размах вот этих вот преступлений очень печальных, но одновременно же и исход из страны, ну вот Павло Пикассо покинул Испанию, а почти 600 тысяч вообще человек уехали из Испании, ну тоже не худший вариант, когда есть возможность уехать при случае установления диктатуры, и это тоже вот известная история, ведь тысячи испанцев оказались в Советском Союзе, и сколько из них потом были разочарованы происходящим и реальностью этой советской, а еще приняли же множество детей временно, как подразумевалось, а потом их не отдали, в семьи тоже выросло целое поколение, ну уже правильно воспитанных детей в ленинско-сталинском духе, наверное, один из самых известных, это мать-испанка у хоккеиста в общем неочевидные по происхождению, а вот это все наследие испанской гражданской войны. Ну так вот, 1939 год, приходит Франциско Франко фактически к единоличной диктатуре, больше ничего ему не угрожает, с леволками покончено, что делать дальше? И вот тут тоже ключевое событие, начинается Вторая мировая война. Конечно же, Гитлер очень рассчитывает на то, что вот сформируется сейчас, он сформировал уже, да, так называемые страны оси, союз между Гитлером Муссолини, примкнувшая к ним милитаристская Япония, еще страны поменьше, но Испания бы очень пригодилась. И происходят удивительные вещи, Франциско Франко ну вот ни в какую не соглашается вступать в какие-то союзы. То есть это в глазах Гитлера просто чудовищная неблагодарность. Как же так? Когда ты попросил, мы тебе вот все для тебя сделали, ты пришел к власти, а теперь вот, видите ли, хочешь, чтобы у тебя страна была нейтральной. И Гитлера была всего одна встреча Франциско Франко и Гитлера, она была в 1940 году, причем осенью, уже после того, как успешный Блицкрик в руках у гитлеровцев, у Германии уже захватила Париж. Ну, я уж не говорю про другие страны, то есть важнейший соперник Германии повержен, но понятно, на чьей стороне вроде бы надо воевать, и у Гитлера есть конкретный план, потому что самый юг Испании, Гибралтар, он же в руках англичан, а это ключевая точка, которая позволяет контролировать Гибралтарский пролив, и Гитлер предлагает следующий план, что наши солдаты захватят Гибралтар, потом мы передадим его вам, испанцам, и наконец-таки вы избавитесь от этого несчастья, что ваша священно-испанская территория уже давным-давно под контролем ненавистных по-мангличан, вспомним испанскую армаду, всякие другие приключения, а теперь всё будет ваше, давайте договоримся. И Франциско Франко говорит, нет, я не разрешаю атаковать Гибралтар, у меня нейтральная страна, мы вот как-то посмотрим ещё, как будут развиваться события, ссориться не будем, будем дружить, но в боевых действиях не на чьей стороне участвовать не собираемся. И Гитлер был так разозлён, что вот потом уже называл публично его предателем, выскочкой, каким-то недоучившимся сержантишкой, который сам себя проразгласил генералистом, а поделать ничего не мог. Пришлось с этим смириться, Гибралтар остался в руках англичан, соответственно, важнейший пролив, а у немцев, ну вот начиная уже с 40-го года, они же активно вели боевые действия на севере Африки, очень было важно перерезать, ну вместе с итальянцами соответственно, из Ливии перерезать Суэцкий канал, но ничего не получилось, может быть в том числе и потому, что Франциско Франко уклонился. И в последующем все события Второй мировой войны, это нейтральная Испания. Ну, опять-таки, в нашей истории припоминают без конца, что как это нейтральная Испанция участвовала на стороне Гитлера. Да, была добровольческая дивизия, название «Голубая». Сейчас вот скажешь, страшно представить, что там творилось, казалось бы, да, вот как там тоже голову замусорили, но это просто название красивое такое. Но для Франка это было очень выгодно и вовсе не потому, что он непременно хотел как-то помочь Гитлеру, или вот но Испанская «Голубая дивизия» в числе прочего принимала участие в боевых действиях в юг от Ленинграда, то есть они, значит, и в блокаде виноваты. Но Франк совсем по-другому к этому относился. Это была возможность избавиться от всяких сумасшедших радикалов, которым надо непременно воевать. Хотите воевать? Вот отправляйтесь на убой на Ленинградский фронт, еще куда угодно. Никто не запрещает. Соответственно, в Испании становится чуточку тише, но это, еще раз повторюсь, исключительно добровольно. Это не союзник в лице Муссолини, который должен был по союзническим обязательствам отправлять десятки тысяч итальянских солдат реально на фронт по мобилизации в числе прочего под Сталинград, я уж не говорю про Северную Африку. Здесь вот всю войну Франко пересидел достаточно тихо и мирно. Ну, правда, снабжал, в числе прочего, Гитлера Вольфрамом очень важный, очень ценный металл, который нужен в оборонной промышленности, но это, собственно, вот и весь его вклад, и все равно, ну, что ж поделать. Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наше видео и расширять аудиторию. Ну, и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала, поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании, но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей, и если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. Мы продолжаем как раз в тот момент, когда Франко пересидел всю Вторую мировую войну на заборе, свесив по одной ноге в одну и в другую сторону, что вроде как мы и с англичанами особенно не ссоримся, и с Гитлером особо не ссоримся, с Муссолини не ссоримся, ни с кем не ссоримся, а вот так вот аккуратненько, аккуратненько, как про Микояна шутили, между струек, но в конечном итоге война закончилась, а Франко остался. Более того, он даже умудрился за годы войны приобрести некоторые такие особые заслуги в глазах победителей, в глазах союзников. Почему? Например, потому что он не препятствовал переходу из Франции евреев, которые бежали от нацистских преследований, от нацистских концлагерей, никаких антисемитских законов не принимал, что тоже Гитлера, кстати, отдельно злило, потому что в свое время, это же Испания, была в авангарде антисемитизма, когда евреям было запрещено проживать на территории государства, надо было или креститься, или ты должен был покинуть страну, или тобой занималась бы инквизиция. Но это не 20 век, да, это более... Ну, это гораздо раньше, это история, там, 500 лет, это 1492 год, одновременно открытие Америки и одновременно вот эти вот жутковатые законы. Ну, так вот, а тут ничего, никакого антисемитизма нет, более того, евреи могут беспрепятственно проникать в Испанию и оттуда дальше куда-то перебираться. Большая же община была еврейская в Марокко. Это правда сефарды, в последующем они практически все перебрались в Израиль, а на том этапе, то есть тоже там не было вот этого мусульманского единства. Ну, в общем, можно было спастись. Более того, если, например, британские, английские летчики, которые летали бомбить немецкие военные объекты на территории Франции, были сбиты, но каким-то образом могли спастись, выгрузиться с парашютом, потом при помощи французских партизан, так называемых, добраться до южной границы и перейти и оказаться в Испании, то и тут Франко никак не препятствовал тому, чтобы эти люди, ну, там просто это реальные истории, они объединялись, координировались, покупали, например, какой-нибудь суд, нафрахтовали его и потом умудрялись переплыть из Испании в Великобританию, в Англию и снова там отправляться воевать. Ведь, как известно, ценнее летчик профессиональный, чем самолет. Поэтому вот это спасение летчиков, почему вот Германия, в числе прочего, проиграла битву за Англию, потому что сбитый над Британией летчик немецкий попадает в плен и все, и не может вернуться. А сбитый британский, если ранен, вылечится, и снова будет летать. Вот поэтому Гитлер отказался от вторжения в Англию, в числе прочего, потому что проиграл эту воздушную битву. Это было первое поражение Германии, когда Англия сражалась в одиночку в 1940 году, как Гитлеру была нужна помощь Испании, а Испания не согласилась. Но это такие заслуги неяркие, правда, при советской власти вообще не упоминавшиеся. Но вот для понимания, почему после завершения Второй мировой войны непосредственно к Франко претензий был минимум. Да, диктатура, да, конечно же, репрессии, чего уж скрывать, потому что вплоть до конца своей жизни было достаточно, ну как, не просто жестоким, смертные казни присутствовали, причем тоже такие немножко средневековые, так называемые, гороты удушения, когда человеку передавливают горло. Но и Франко мог всегда объяснить, что я казню не просто так, не потому что человек политический противник и коммунист, а потому что этот коммунист устраивал террористические акты, бросал бомбы, его захватили с оружием в руках, хотел убивать полицейских. Ну там вот, там счет уже не шел казненным на тысячи, конечно же, но вплоть до смерти Франко репрессии против леваков, коммунистов и анархистов были, а еще против сепаратистов. И все равно Франко справиться не мог. Тогда главной бедой, конечно, это были баски, которые эти свои теракты устраивали, но тоже как какие-то по сравнению с тем, что устраивают исламисты, исламские террористы, это тоже какой-то особенный куманизм. Предупредить, что вот в таком-то месте заложена бомба, взорвется она там условно через два часа, чтобы можно было людей спастись, и с этим тоже было никак долго не справиться. Но в общем, Франко боролся в том числе и с помощью смертных казней, но одновременно еще во время Второй мировой войны он начал строить грандиозный мемориальный комплекс, который называется «Долина Павших». И Франко придумал это как такое примирение после этой ужасной кровавой войны. Это вот кладбище, где должны быть захоронены погибшие в гражданской войне, но не особенно разбирая, были они за меня или против меня. Это такой тоже необычный был ход. Конечно, леваки и это припоминали, потому что республиканцев, которых там хоронили, ну, прах, да, останки, их же у родственников, видите ли, не спрашивали разрешения. Но, тем не менее, это уникальный памятник, потому что мы не можем представить, что бы представили, они построили такой мемориальный комплекс, где одновременно похоронили бы белогвардейцев и красных. Это все было исключено. Только красные, и все. Все памятники только красные, только большевики. А у Франка еще сам по себе это гигантский, конечно, комплекс. И тоже, как вот он придумал, это припоминают Франка и его враги. Там же трудились в основном заключенные из числа бывших республиканцев, которые попали в плен. Вот они были обречены на тюремное заключение. Но если кто-то из них добровольно соглашался выходить на эти работы, становиться таким строителем, то он получал небольшую, но зарплату и, соответственно, умнистие, можно было гораздо раньше выйти на свободу. То есть, опять-таки, такое своеобразное проявление гуманизма. Ну и там гигантский крест недалеко от Мадрида, все. И в итоге самого Франка же похоронили. Ну, расскажем, под конец, что потом произошло. В общем, послевоенные годы, как вот мы себе сразу представляем диктатуру? Какая там паранойя, например, была у Сталина, когда, казалось бы, абсолютно единоричная власть, а депортации массовые миллионов людей, отмена смертной казни, потом его возвращение, потом Ленинградское дело. Ну вот в нашем случае, да, как это просто конкретное место вождя и его верным соратникам. Все были сплошь коммунисты, большевики, сталинисты, а вот все равно их расстреливать. И у Франка все наоборот. При любой возможности будем стараться примириться. Если вооруженного сопротивления нет, следовательно, амнистия. И, ну опять-таки, начинается же холодная война, зачем враждовать демократическому миру с диктатурой, да, диктатура, но уж лучше такая, чем коммунистическая. Поэтому дальше вот начинаются переговоры, посещает Испанию в 53-м году президент Соединенных Штатов Эйзенхауэр и налаживаются нашли, чем друг другу помочь, потому что Франка разрешает разместить на территории Испании американские военные базы, а в обмен на это получает инвестиции. Ну, надо, конечно, гарантировать собственность заокеанским инвесторам, но в нормальной экономике ничего страшного. Если у тебя компания Форд или компания Попокола строит завод, странно потом его, казалось бы, экспроприировать, это вот все Путин в своем социалистическом каком-то мире живет, большевистском. Да, здесь, конечно, при власти Франка все это в итоге и привело в 50-е годы к так называемому испанскому экономическому чуду, потому что стабильный валютный курс, контроль за тем, чтобы права собственности сохранялись, но там еще недорогая рабочая сила, удачные, правильные вложения в инфраструктуру, но когда надо строить дороги, плотины, вокзалы, все это помогает. И тоже вот, что тоже Испания очень пригодилась, она превратилась уже с 50-х годов в одну из главных в Европе территорий летнего отдыха, курорты знаменитые испанские, причем это тоже все было не очень-то дешево, например, сейчас уже очень развитые эти туры на Болярске, например, острова, а там не было даже внятного аэродрома, все надо построить, чтобы он принимал гражданские лайнеры, только потом можно уже там строить сеть гостиниц, чтобы сотни тысяч туристов прибывали, а чтобы Ибица стала знаменитым искотечным курортом, в общем, все это, как ни удивительно, во времена Франка происходило, соответственно, резко растут города, но очень неравномерно, это тоже вот любопытно, как ему припоминают, до сих пор не позаботились о том, чтобы равномерно развивался, потому что южная часть Испании как была нищей, бедной, так и оставалась, а северная, особенно Каталония, превращается вот в ведущий индустриально-промышленный центр, а еще хочет отделиться от Испании, потому что непонятно, зачем каталонцам кормить нищих сограждан из южной части страны, ну, как мы знаем, референдум недобитые испанские империалисты не дают проводить, Каталония пока еще не свободна, но пример характерный, потому что вот в нашем случае, да, Ингрия, конечно же, не нуждается в том, чтобы сохранялось это единство с этой путинской империей, это готовое европейское государство, богатое, благополучное, с очень усиленным потенциалом интеллектуальным, но хорошему тоже там даст референдум провести за независимостью Германландии, ну, так вот, но тем не менее, конечно, Испания шагнула резко вперед на каком-то этапе, она по темпам экономического роста уступала только послевоенной Японии, и это вот правительство так называемых технократов, когда приходят, ну, ты как приходят, ты их приглашаешь в правительство этих людей, которые экономисты, они говорят, вот, важно стабильный валютный курс, важно разумные инвестиции, важен баланс, соответственно, и тогда экономика начинает работать, и начала работать, действительно, а дальше еще более удивительные вещи, это же диктатура, это же все зависит лично от Франка, он принимает все решения, но экономическая свобода, она же просит в числе прочего и хоть какую-то политическую, иначе, ну, как, независимый суд, а, соответственно, хоть какая-то и пресса нужна независимой, начинается, вот это вот постепенное изменение, очень медленное, не радикальное, но, тем не менее, когда расширяются права местного самоуправления, ну, коррупционные составляющие там минимальные, особенно на севере, конечно же, лично Франка, не нужно ему было, чтобы у него были золотые унитазы и бриллианты, он жил, может быть, в роскошном дворце, но не нуждался в каких-то специфических излишествах, кстати, тоже вот у него такая была личная особенность, он, например, любил порыбачить, и в итоге он не превратился в такого одержимого милитариста, который должен непременно, особенно когда с возрастом, когда стареешь, вот развязывать какие-то агрессивные войны, как Путин, чтобы восстановить свою бывшую империю, а вот уходил и рыбу ловил, когда грустил, вот бы Путин, да, вот, был бы рыболов поменяемый, но нет, надо войну развязать, а генерал Франко ни на кого не напал, даже на Португалию не напал, где, кстати, была диктатура, а когда-то Португалия была в составе Испании, а вот как бы вернуть те времена и вообще там какие-нибудь португало-нацисты, там же тоже диктатура, там же Салазар, поэтому надо провести специальную военную операцию и Португалию, как это называет Путина, да, там, принудить к миру, захватить, в общем. Нет, ничем этим генерал Франко не занимался, зато вот экономикой, как я уже сказал, занимался и политическими реформами, потому что были расширены права и людей, был отменен запрет на забастовки, пожалуйста, это же тоже важная экономическая составляющая, если рабочих притесняют, не платят зарплату, конечно, не имеют права на забастовку, это уже не преступление, но не разрешались политические лозунги, это не рассматривалось, а экономические, пожалуйста, хотите, чтобы зарплату вам повышали, или отпуска были, побольше, в конце концов, это тоже такой, это же рабочая сила, это тоже товар, она должна вот в конкурентных условиях как-то более выгодно продаваться, если есть такие возможности, в итоге получилось, что Испания достаточно быстро к концу правления Франко превратилась в страну, которая готова была вот к демократии, что и произошло, и опять-таки, ключевую роль в этом сыграл лично Франко, он придумал такой, может быть, неочевидный план, своеобразный, что в 1969 году он официально провозгласил, что после моей смерти будет не демократическое правительство, а то мало ли что начнется, а вот я власть передам в руки короля, ну это, соответственно, внук того самого короля, который сбежал в 30-е годы из Мадрида, а мы его узнаем, Хуан Карлос I, а этот человек был воспитан в таких демократических традициях, и так вот удачно генерал Франко угадал с кандидатурой, что придя к власти, вроде бы формально, в принципе, Хуан Карлос мог тоже диктатуру устроить, а он начал проводить такие демократические реформы очень быстро, что Испания, ну вот уже с конца 70-х годов, в начале 80-х, превратилась в хорошую, устойчивую европейскую демократику, уже без особенных потрясений. И все это, еще раз повторюсь, вот без активного участия генерала Франко как неудивительно не обошлось. Ну и страна была открыта, и, конечно же, там никакого железного занавеса не было, у него очень отличалось в этом плане от Салазара. Салазар, ну это диктатор Португалии, тот до последнего цеплялся за колониальное прошлое, а Испания как-то легче, вроде бы все это пережили, и более того, Франциско Франко, ну хоть и говорят, что он правил до конца своей жизни, это тоже не совсем так, потому что в 1973 году он официально покинул все посты, но на каком-то этапе он был всем сразу, и главнокомандующим, и главой правительства, а тут вот он ушел в отставку, правда, вовсе не для того, чтобы передать власть демократическим избранным правительством, и даже еще не королю, который вроде бы вот фронт оставался вакантным, но Франко еще жил. Соответственно, одному из своих генералов, он это все дело доверил, генералу Бланка, правда, того в том же году убили пасконские сепаратисты, устроили свой очередной теракт, но это про то, что, а потом рассерженный Франко пойманных вот таких вот преступников, видите ли, приговаривают не к пожизненному заключению, а к смертной казни, за что потом вот все ему потом припоминают. Ну так вот, но он тем не менее добровольно от власти самоустранился, и он был уже не очень здоров, потому что последующие почти два года он долго, тяжело болел, пережил несколько сложных операций, и уже явно плохо соображал, но, слава богу, ключевые решения успел принять вот до того, как уже болезнь Паркинсона и другие, и в итоге в 1975 году он скончался, и, как я уже сказал, пришедший к власти король Фуан Карлс, у которого были безграничные полномочия, это вот все напоминает историю Чан Кайши, чей сын, придя к власти после смерти отца устраивает на Тайване демократическое, прогрессивное, современное государство, ну то же самое вот с Испанией и произошло. Ну и чтобы вот коротко закончить это повествование про семью, ну вот он же консерватор, католик, строгий, соответственно, ну вот как женился, вот у него одна жена, несмотря на то, что сам он из многодетной семьи, в его семье была всего одна дочь, ну вот правда у нее семеро детей, и генерал Франко застал рождение семерых внуков, но власть им не предусматривала передавать ни дочери, ни внукам, а как я вот уже сказал, все-таки, несмотря на вот сущность диктаторскую, почему-то не распорядился, чтобы все вот за его потомками осталось. И вот то, что я упоминал, долина павших, конечно же, после смерти Франка были устроены торжественные похороны, его там же и похоронили, вот в этом гигантском миральном комплексе, который он подразумевал как вот такое идеологическое примирение, мы испанцы, мы должны быть едины, несмотря на то, что у нас разные диалекты, немножко разная история, но вот мы все-таки должны быть одной державой. И вот вскоре после смерти Франка начались, соответственно, дебаты, и в зависимости от того, кто в парламенте имел большинство, левые или правые, решения там откладывались, принимались, откладывались, принимались, потому что диктатор, с какой стати он там захоронен, тем более еще и для многих преступников, да, узурпатор, но все это затянулось на очень долгие годы, и все-таки в 1919 году это решение о том, что его могила там не должно быть, реализовали, и похоронили его, тоже прах не развеяли, где-то там по ветру, уже была могила его супруги к северу от Мадрида, вот туда его и подхоронили, более того, ну там в Испании, особенно когда нехватка земли, там достаточно строго на кладбищах, если никто не ухаживает и не частный участок, то в происшествии какого-то времени его захоронение могут убрать и продать другим нуждающимся, такая вот распространенная практика, так вот родственники выжившие, ну как выжившие, я уже сказал, семеро внуков, генерала Франка не захотели покупать этот участок в собственность, поэтому получается, что на сегодняшний день могила Франка в государственной собственности, что угодно можно будет потом с ней сделать, но тем не менее в Испании, конечно же, как это мы рассказывали про Чауческо, вот когда проводят опрос, а вот если бы сегодня генерал Франка принимал бы участие в выборах, конечно же, там множество людей, до половины, ну по-разному там все это колеблется, да, за генерала Франка проголосовали бы, потому что был порядок, потому что вот в войну нашу страну не втравил, а потом вот в экономике какие достижения, ну и вот противоречивая, соответственно, эта вся история в 21 веке сохраняется. Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube канал ищем выход мы с вами каждый день еще раз поблагодарю всем, кто нам уже помогает и призову тех, кто еще не помогает. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, какие способы у нас есть для того, чтобы вам было удобно сделать донат. Мы старались, чтобы вам это было просто и приятно. Любая сумма, та, которую вы готовы потратить на прессу, будет нам очень кстати. Сделайте донат, получите нашу благодарность, получите новые программы, которые мы делаем для вас каждый день. И если не получается с деньгами, разные обстоятельства бывают, поставьте лайк и подпишитесь. Это тоже нам очень-очень помогает. Движемся вперед. Вот он, наш герой, еще, как я понимаю, в кадетском возрасте. Да, это, можно сказать, в нашей традиции кадет. Это он с родным братом. Брат сидит, брат-то пошел по военно-морской части, а Франциско Франко пехоту, соответственно, вот он стоит рядом, невысокий, Франкито, ну вот молодой, перспективный, будущий офицер. А на следующей фотографии вот он уже 1920-е годы, ну вот он как отпустил усы, так до конца жизни эти усы и носил. Пилотки, соответственно, кстати, вот тоже любопытно, у нас же, это же целая мода была и по советским фильмам 30-х годов, конца 30-х и послевоенных, вот эта пилотка с кисточкой, это вот знак республиканцев, но все носили пилотку с кисточкой, вообще-то. Ну и вот и Франциско Франко тоже носил. И вот следующая фотография, то, что, конечно, ему без конца припоминают, это здесь Франциско Франко пожимает руку Адольфу Гитлеру, они друг другу улыбаются, до советской пропаганды это ужас из ужасов, там же не показывают фотографию, как Вячеслав Молотов пожимает руку Адольфу Гитлеру, а показывает только Франциско Франко. Ну так вот, но мы-то знаем, что Франциско Франко ни о чем с Гитлером не договорился, клонился, больше они никогда не встречались, и Гитлер был страшно на него зол. А когда обстоятельства переменились, вот вот следующая фотография, и здесь вот уже Франциско Франко обнимается рукопожатие с лидером демократической страны и тоже бывшим генералом, что, наверное, как-то вот было приятно Франциско Франко, это Эйзенхауэр, 1953 год, и вот Испания, может быть, не мгновенно шагнула в семью демократических стран, но тем не менее, это, соответственно, уже в НАТО, в будущий Евросоюз, ну, на стороне западного мира со всеми его ценностями. И пятая фотография это вот расцвет, соответственно, да, вождь, как у нас там припоминали, такая фотография, стопка книг, ну, и лозунги там, кстати, соответствующие были, особенно в начале его правления, одна страна, один лидер, один народ, ну, такое все нацистское, но культа личности, вот как у Чаушеско, например, когда там соревновались журналисты, придумывая все новые и новые эпитеты, в Испании не сложилось. Гигантских каких-то памятников, как в Северной Корее, не строили. Памятники Франка, кстати, есть в Канарских островах, в частности, никто их пока не снес. Но так в пропаганде, конечно, его благодарили, как человека, который подарил Испании стабильность, но тем не менее безумного культа личности не было. А самая последняя фотография это вот уже старенький Франциско Франко, примерно в возрасте Путина, вот где-то там ему, наверное, года 72. И вот рядом с ним внук испанского короля Хуан Карлос, вроде бы легитимная фигура, который ждет своего звездного часа, дождаться, пока дедушка Франко умрет, чтобы начать проводить демократические реформы. И все это получилось в Испании, в том числе и потому, что Франциско Франко все это каким-то образом смог предвидеть, предусмотреть. Не выжил из ума в 72 года, как у некоторых бывает. Не так уж много у нас историй, которые заканчиваются хэппи-эндом для страны, оказавшейся под властью диктатора. Ну, тут тоже все было очень негладко, но в конечном итоге имеем то, что имеем, что называется счет на табло. Франциско Франко, герой нашей сегодняшней программы из цикла Диктаторы, мы заканчиваем ее на этом. Максим, большое спасибо и всего хорошего. До свидания. Всего доброго. Все так плюс.